Как вы помните, в стратегии описаны три важных аспекта, и один из важных составных частей – это пространственный аспект, это развитие Торстана с помощью развития или последствием развития трёх основных лабираций. И цель сегодняшнего заседания экспертного совета, я же сказал, выездного заседания, форума стратиков, оно называется «Реализация стратегии Торстана 2030. Развитие агломерации». Мы сегодня заслушаем выступление трёх групп, которые представят некие проекты, о них скажет немножко поточнее, наверное, Министерство экономики и, я думаю, люди, которые занимались этими проектами, потому что часть из них вносит уже практический характер, а часть, наверное, такой больше учебный. Я хотел бы, чтобы не отвлекаться потом, да, представить участников и присутствующих, которыми вы потом можете задавать вопросы, которые будут задавать вопросы выступающим. Я начну по порядку, в смысле, не по важности, прошу прощения, должностей, но здесь написано «Модератор греческих, это я». Прошу ли вы держал? Батчаев, это представитель Леонидского центра, руководитель отдела территориального стратегического планирования СССР, Леонидский центр. Жихаревич Борис Савельевич, профессор, директор ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонидском центре, научный руководитель консорциума Леонидский центровых групп, наш давний коллега и один из самых активных, наверное, участников разработки стратегии «Датарстан-2030». Зубаревич Наталья Васильевна, это просто, ну, я считаю, нам повезло, что она здесь сегодня присутствует, это редкий гость у нас, это наш горячо любимый гость, это профессор МГУ имени Ломоносова. Ну, на мой взгляд, один из лучших специалистов сегодня по региональной экономике, где уж так. Хотя она все время, я специалист по цифрам, но я думаю, что это такое очень узкое обозначение. Климанов, профессор Анхикс, наш старый друг, предпрезиденте Российской Федерации, в смысле, Анхикс, а не он, предпрезиденте, да, хотя прозвучал очень хорошо, директор АНО Института реформирования общественных финансов. Лебеде у Натальи, это представитель Санкт-Петербурга, Леонидовский центр, она директор Ассоциации специалистов по экономическому развитию территории. Толмачев Дмитрий, наш гость из Екатеринбурга, директор Аналитического центра «Эксперт» и директор Высшей школы экономики УРФУ, Уральского федерального университета. Ну вот, из присутствующих здесь, как сказать, земляков, хозяев этого мероприятия, за что им, конечно, огромное спасибо, что предоставили свою территорию для того, чтобы это мероприятие было проведено. Кто был на первой части, вы видели, насколько великолепной была первая часть, и как к вам повезло, не сказано, что вы услышали. Огромное спасибо Федеральному университету, конечно. Итак, госпожа Абагауддинова, я ее не вижу, но вы ее все прекрасно знаете. Нет, да? Ну ей все равно огромное спасибо, потому что это во многом ее заслуга. Прибалов Игорь Анатольевич, директор Высшей школы государственного муниципального управления КТО, которого вы тоже прекрасно знаете, наверное. Кто не знает, Игорь Анатольевич. Афанасьев Алексей Павлович, заместитель руководителя сполкома Высокогорского муниципального района по экономическому развитию. Его не будет. Гарипов. Тоже нет. Ну, Аутов Рустен. Тоже нет. Ну ладно, тогда мы переведем это все. Мы познакомимся с человеком, который я просто знаю. Это Шакиров Ильдар Сидинович, заместитель руководителя сполкома Казани. Наш тоже старый и добрый коллега. А для того, чтобы начать, я хотел бы представить слово, некую вступительную, сделать Борису Савельевичу, поскольку тема агломерации во многом была сделана с помощью Ваших специалистов. И вот многие идеи, которые заложены туда, в том числе Игорь Ильич. Пожалуйста. Спасибо. Добрый день еще раз. Ну, очень-очень коротко. Еще раз напомню, что вот это мероприятие называется заседание экспертного совета форума стратегов. То есть это собрание людей, которые активны в стратегическом планировании. И мы в рамках, собственно, форума, который бывает каждый год в октябре, проводим такие заседания, заслушивая стратегии отдельных регионов. Вот стратегию Татарстана заслушивали, Краснодарского края. И вот практикуем мы такие выездные мероприятия. Ну, в данном случае оно условлено не только приглашением со стороны федерального университета, но и тем, что мы разрабатывали стратегию Татарстан 2030 и полюбили этот регион всей душой. И стараемся тот экспертный потенциал, который удается сконцентрировать в тот или иной момент, использовать на пользу для этой замечательной республики. И тема форума стратегов в этом году – национальные цели и эффекты для территорий. Вы знаете, что мы все сейчас живем по указу 2004, что нам поставлены очень амбициозные цели на федеральном уровне. И важно, чтобы каждая территория смогла получить свою выгоду при достижении этих национальных целей. И разговор на форуме пойдет примерно в таком ключе, как, реализуя национальные цели, получать необходимые эффекты для каждой из территорий, ведуя субъекты федерации и муниципалитетов. И, как я уже говорил в первой половине дня, в рамках стратегии пространственного развития ключевыми словами, идеями являются макрорегионы и агломерация. Почему макрорегионы, я не до конца понимаю, хотя могу предположить, что есть идея, что межрегиональное сотрудничество – это некий источник синергетических эффектов, который до сих пор недоиспользован. А что касается агломерации, в общем-то, понимаю, потому что общеизвестно, что в агломерациях экономическое развитие идет быстрее. И если нам ставят задачу обеспечить экономический рост для страны, то надо искать точки, в которых этот экономический рост объективно может быть достигнут. Поэтому в стратегии пространственного развития сейчас обозначили эти агломерации. И, на мой взгляд, исходя из этой цели, это правильно. Если бы у нас была цель выравнивания при небольшом относительно росте, мы бы по-другому могли действовать. Но если мы хотим экономического роста, то он все-таки в основном в агломерациях. И, понимая это, мы еще в 2014-2015 годах, когда помогали разрабатывать республике стратегию, эту идею того, что сейчас нужно агломерационные процессы поддерживать, стратегию заложили, обозначили три агломерации – Казанскую, Камскую и Альметьевскую. И сейчас вот с удовольствием наблюдаем, что это зерно упало на благодатную почву, и процессы агломерационные так или иначе поддерживаются. Цель нашего сегодняшнего заседания – помочь своими, может быть, экспертными знаниями продолжению этого процесса. А для этого мы хотим послушать доклады от разработчиков текущих проектов в области агломерации. Спасибо. Я прошу прощения, я забыл представить одного человека, которого мы должны сказать спасибо за то, что сегодня происходит. Это, конечно, Олег Владимирович Пелевин, заместитель министра экономики. Потому что министерство экономики выступило инициатором разработки подобных проектов. Если вы скажете про слово, еще раз прошу меня, Зюня. Добрый день, уважаемые коллеги. Очень приятно снова видеть вас здесь, в Татарстане. Безусловно, нам очень приятно, и мы, так скажем, идем в близкое, очень близкое взаимодействие с разработчиками нашей стратегии. Мы регулярно, ежегодно проводим стратегическую сессию по ходу реализации стратегии 2030. Последняя стратегическая сессия прошла в ноябре. Хочу сказать, что действительно это была очень такая результативная часть. И то, что эксперты, можно сказать, внешние эксперты высказали нам, так скажем, свои замечания и предложения о ходе реализации, было в том числе учтено в последних изменениях стратегии 2030. Я напомню, 18 марта был подписан закон, то есть, Дарстана, внести изменения в стратегию 2030, прежде всего, конечно, которая обеспечивает синхронизацию реализации стратегии, с национальными проектами, с указом президента Российской Федерации. Безусловно, конечно, очень большое серьезное внимание мы уделяли и мнению населения. Как мы обсуждали это на стратегическом форуме, мы использовали, в том числе, скажем, электронную площадку для сбора инициатив и предложений населения. Как обычно, у нас, как всегда, работают сходы граждан, потому что, действительно, у нас, так скажем, предвыборный год, в текущем году выборы у нас будут депутаты Государственного совета, мы в следующем году выборы президента. Я еще раз хочу сказать большое спасибо экспертам, действительно, первая часть, можно сказать, очень успешная была, там действительно очень интересные доклады, которые мы еще раз будем внимательно изучать, с тем, чтобы мы максимально могли воспользоваться теми рекомендациями, которые нам дали. Ну и в целом, Республика Тарстан очень серьезное внимание, прежде всего, президент Республики Тарстан, очень серьезное внимание уделяет повышению квалификации, в целом, повышение компетенции всех сотрудников, которые работают, прежде всего, в органах власти. И область стратегического планирования, не исключение, действительно, в прошлом году мы впервые с Казанским федеральным университетом, высшим, высшим государственным муниципальным управлением, мы впервые открыли такую программу повышения квалификации государственных муниципальных служащих, и вот сегодня, как раз по агломерациям, будут представлены именно, я вот обращаю внимание экспертов, именно ученические проекты. То есть это не специалисты в области стратегического планирования, это, так скажем, представители министерств и органов мест управления, которые не занимаются стратегическим планированием, я еще раз обращаю на это внимание, но, тем не менее, подготовили свои ученические проекты с тем, чтобы мы могли их внимательно посмотреть и дать свои рекомендации, еще раз обращаю внимание, на ученические проекты. Безусловно, для нас, как для Министерства экономики, были важны те идеи, которые сами обучающиеся, так скажем, найдут. Понятно, что у нас есть стратегия, мы движемся в рамках ее реализации, но, тем не менее, нам нужны и новые идеи, и, прежде всего, именно тех, кто живет в тех муниципалитетах, которые либо входят в агломерации, либо которые не входят в агломерации. И для нас действительно очень важно, и вот Наталья Васильевна тоже об этом говорила, что Татарстан несколько особый регион, то и часть, что у нас есть резервы не только самой агломерации, но и так, как мы ее называем, да, либо это поиска второго уровня, либо так, как мы называем, периферия, потому что наша задача, в том числе, и создавать так называемые точки второго роста, с тем, чтобы мы постоянно, чтобы наша периферия, так скажем, не опустевала, и эта задача у нас, в том числе, проводится за счет формирования промышленных муниципальных площадок, создания новых рабочих мест, в том числе в сельских районах и в малых городах, с тем, чтобы мы могли, в том числе, поддерживать эту периферию. Я отмечу еще, добавлю, что у нас реализуются около 40, так мы называем, президентских программ, 40 республиканских программ, направленных на формирование инфраструктуры различного характера. И эти программы у нас реализуются на территории всех муниципальных районов. И вот, как сегодня тоже немало говорилось, да, вот о формировании общественных пространств, в первую очередь, конечно, всех вспоминает Казань, но такая работа по формированию общественных пространств у нас проводится на территории всех муниципалитетов. И для нас действительно это очень важно, с тем, что мы формируем качество жизни на территории всей республики. То есть не только, так скажем, в наших агломерациях, в столице нашей республики, но и на территории всех муниципалитетов. И на этом я хотел закончить, но, Владимир Иванович, я бы хотел после того, как мы обсудим, наверное, агломерации, еще частично затронуть тему с тем, чтобы эксперты могли высказаться, потому что для нас это тоже очень важный момент, все-таки как эксперты относятся к тому, что в стратегии пространственного развития все-таки обозначены макрорегионы. Дано поручение, прежде всего, полномочным органам, это Минэкономразвитие России, разрабатывать стратегии макрорегионов. Я бы хотел, с учетом того, что вы работаете со всеми субъектами Российской Федерации, наверное, это будет так, да, если все, так скажем, ваш опыт сложить, то, я думаю, наверное, вы охватываете все регионы, точно. И хотелось бы узнать, есть ли появились такие инициативы, я знаю, но Енисейская уже, можно сказать, разработана, но там всего лишь три региона входят в макрорегион. Меня интересует, конечно, больше инициатива и взаимодействие, то, как начинается, и есть ли вообще такие инициативы в тех макрорегионах, которые состоят из гораздо большего числа субъектов Российской Федерации, ну и в том числе, конечно, тот макрорегион, где находится Республика Катарстан, потому что такой вопрос, что с Борисом Саидовичем обсуждали, я думаю, этот вопрос, наверное, и на стратегическом форуме будет, наверное, обсуждаться, и, возможно, какой-то отдельный круглый стол будет посвящен этому вопросу. Тогда, чтобы не терять время, приступим к презентации. А еще раз хочу сделать акцент, насколько я понимаю, это учебный проект. Лена, можно пояснить, тебя попросить, за что это и как? Значит, уважаемые коллеги, хочу обратить внимание, что первые две презентации, которые будут представлены, это Казанская и Камская агломерации, они подготовлены с руководителями муниципальных районов в рамках обучающей программы Высшей школе государственного муниципального управления стратегическое развитие территорий. Это такая, скажем так, пилотная программа вообще для республики и, возможно, даже для округа и страны в целом, которая позволяет совместить и лекционные занятия, и групповую работу. И вот в результате некого взаимодействия в течение длительного периода времени, там более полугода, значит, слушатели смогли представить некие проекты. Еще раз повторю, это проекты учебные, но вот мы постарались для Казанской агломерации сейчас вот рассказать об основных идеях, которые предложены. В Камской агломерации там будет сделан акцент на проекты, на межмуниципальные проекты. Спасибо. Спасибо. Презентация стратегии Казанской агломерации будет делать Евгений Александрович Семагин, заместитель главы Буинского района по экономике, которые не входят в Казанскую агломерацию. И это тем более любопытно, потому что взгляд извне, возможно, окажет, что мы и ошиблись. Подходы к агломерации. Владимир Иванович, я буквально, да, вот еще один комментарий. У нас действительно так получилось, что вот в проекте участвуют, для нас важна именно образовательная часть. И стратегии агломерации разрабатывали в большинстве своем те районы, которые не входят в агломерации. Ну, действительно, это, можно сказать, с одной стороны, уникальная, на самом деле, такая возможность какому-либо району взглянуть на то, а как же живут в других районах. И с этой точки зрения посмотреть на агломерации, и для нас это тоже была очень важная составляющая. Пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотелось бы начать презентовать наш ученический проект по стратегии развития казанской агломерации. Значит, на данном слайде мы видим выраженные районы, которые на сегодняшний день входят в казанскую агломерацию. Следующий слайд крупным планом их показывает. Основная наша идея – это расширение казанской агломерации. То есть мы решили, что она должна расшириться приблизительно в радиусе 100 километров вблизи города Казани. То есть по прямой мы видим, что какие районы будет охватывать казанская агломерация, или как мы планируем, что она будет охватывать в ближайшие 10 лет до 2030 года. Общая численность на сегодняшний момент у нас составляет полтора миллиона человек. В последующем мы считаем, что так как мы захватим остальные районы, эта численность увеличится. Порядка 2,5 миллиона человек. Главная стратегическая цель казанской агломерации – это обеспечить всем жителям равный доступ к товарам, услугам и общественным благам. Значит, связь с центрами агломерации, с соседними районами и, как мы видим на слайде, что мы считаем, что 21 муниципальный район в дальнейшем должны входить в казанскую агломерацию. Коротко, наверное, будем рассказывать о точках роста, которые на сегодняшний момент уже есть. Это тассеры и экономические зоны. На сегодняшний момент заполняемость данных зон составляет 50%. К 30-му году заполняемость данных зон составит 100%. Обеспеченность инженерной инфраструктурой сегодня это 500 га, а к 2030 году общая площадь уже составит полторы тысячи гектар. Инвестиции в основной капитал на душу населения на сегодняшний момент, это 121,5 к 2030 году, мы считаем, что это будет уже 149,3 тысячи рублей. основной нашей идеей, которую мы считаем, это точки роста. Можно сразу про идею расширения агломерации, это же процесс, который зависит от транспорта. Да, мы не можем искусственно сказать, что агломерация будет больше, если не обеспечим пространственную связность этих объектов. Да, значит, я прошу прощения. Основная наша идея, соответственно, это точки роста, которые мы считаем, должны у нас, точки второго роста, так называемая, в казанской агломерации. Как мы на карте видим, мы их красным выделили, это Арск, Зеленодольск, Ларишево и Буинские муниципальные районы. Значит, для чего мы это делаем, да, то есть, как уже изначально сказали, то есть мы считаем, что все жители казанской агломерации должны быть обеспечены равным доступом к товарам, услугам и общественным благам. То есть, мы считаем, что если вот данные точки роста в последующем мы будем считать, что они должны образоваться на нашей карте казанской агломерации, то люди близлежащих районам к этим точкам роста смогут получать уже непосредственно дополнительные услуги и так называемые товары, общественные блага, не перебираясь непосредственно в центр Казани или, например, там, Альметьска или Нижнекамска. Сейчас. Также мы считаем, что это позволит нам усиленно развивать межмуниципальные кооперационные связи. Если в точках роста мы будем формировать как бы центр, то и кооперационные связи будут уже сформированы в этом центре. Я возьму на примере нашего района, например, Буинский район, мы считаем, что в себе должен совместить это кооперацию Кайбет, Сапастово, Тетюши и Дрожженое. То же самое Арск – это Большая Отня, Болтаси, Богатые События, Личи. Лаишево, соответственно, должно в себе взять центр – это Рыбная Слобода, Алексеевская, Болгарь и Камская Устья. По человеческому капиталу на сегодняшний день мы прекрасно понимаем, у нас есть во всех муниципальных образованиях самая главная проблема – это демография. У нас идет миграция из всех муниципальных районов непосредственно в центр Казань. В Казань переезд людей происходит за учебными процессами, за товарами, услугами. И наши студенты, школьники, которых мы выпускаем, они уезжая в Казань назад не возвращаются. Население наше стареет и, соответственно, мы прекрасно понимаем, что если мы ничего не будем делать в этом направлении, то наши муниципальные районы в ближайшее время останутся просто без трудоспособного населения. Поэтому мы со своей стороны посчитали, что именно формирование этих точек роста непосредственно и даст возможность сохранить то молодое население, чтобы оно оставалось непосредственно на местах. Я хочу сказать, что на сегодняшний день у нас высшее учебное заведение сконцентрировано это в Казани, но есть небольшие услуги в Чистопольском муниципальном районе, в остальных нет. Мы считаем, что и вот в этих новых точках роста было бы неплохо организовать какие-то непосредственно доступность к учебным заведениям, чтобы мы, ту молодежь, я повторяюсь, сумели сохранить у себя. Также мы считаем, что качество медицинских услуг, социальной сферы тоже так же должно концентрироваться в этих точках роста. Непосредственно для человеческого капитала мы считаем, что также должны формироваться это объекты культуры, спорта, музеи и все, что связано с досугом населения. Как бы точки роста должны целиком удовлетворять потребности людей для их постоянного проживания и обеспеченности им полностью семье, детям и взрослому населению для нормальной жизни. Также мы считаем, что необходимо создавать совет агломерации, да, то есть, который непосредственно будет заниматься стратегическим планированием в равной степени развития территории. Он в себя будет, как бы, несколько направлений на себя возьмет. Это проектный офис, центр компетенции и бюджет развития. Все это нужно, наверное, для того, чтобы у нас образовывались межмуниципальные проекты, которые совместно на межмуниципальном взаимодействии, совместно все районы, наверное, как-то будут обсуждать и внедрять у себя непосредственно на местах. Вот. Итог, полученный эффект, это повышение производительности труда, новые резиденты, инвестиционный климат, управляемая миграция, повышение качества жизни и рост благосостояния. Коллеги, у меня все. Спасибо за внимание. Если какие-то вопросы есть, я готов на них ответить. Пожалуйста, вопросы. Я, наверное, небольшой комментарий хотел бы выделить. Что группа, какие новшества принесла? Понятно, с точки зрения этих людей. Первое, они включили, так скажем, в разработку еще два субъекта Российской Федерации. То есть часть территории, не только Республики Тарстан. Да, если мы отметим. Группа, по крайней мере, замахнулась на большее. Дальше она их, конечно, не разрабатывала, но сам факт, сама идея, то есть такая вот у них была, так скажем, очень... Как это назвать, подобрать слово, не знаю. Второй момент, на котором хотел остановиться, это действительно они попытались посмотреть, выделить точки второго порядка, о котором я с вами вначале говорил. И действительно, это, так скажем, такая формулировка необходимости формирования таких точек. Мы в рамках внесения и изменения стратегии, мы такое положение включили. И с этой точки зрения, то есть эта группа действительно формировала какую часть, которую мы, как уже, как уполномоченный орган, в этой части прорабатываем. И что еще... И третий момент, который я хотел отметить, то есть они часть агломерации, та, которая у нас была выделена в самой стратегии, они ее значительно расширили. Вот если мы видим, вот пока на карте показано, то агломерация в стратегии у нас выделена темным цветом. То есть здесь, в данном случае, группа разрабатывала, наверное, проект не просто самой агломерации, да, а уже почти всей Казанской экономической зоны. То есть три момента, на которых я хотел оставить. Спасибо. Коллеги, мне на самом деле очень понравился проект. Я очень, как бы, вот вижу, что целенаправленно и правильно все, так сказать, здесь последовательно рассмотрено. Может быть, в качестве таких, ну, каких-то идей, которые куда-то вы там уложите, да. Помимо центров второго порядка, мне кажется, нужно выделить какие-то, ну, во-первых, дополнительные, если можно так сказать, фишки агломерации, именно агломерации. То есть если есть что-то уникальное внутри этой агломерации, я вот не увидел Иннополис, например, да. Вот его роль, она и не второй порядок, и не райцентр, и перетягивает он на себя какие-то функции из ядра агломерации или нет, да, я не увидел. Ну, например, ну, просто, может быть, как-то сакцентируйте, там будет тогда поинтереснее. Дальше, если говорить, вот, ну, также фишки, вот, уникальное место, где три объекта ЮНЕСКО. Вот там культура там есть как-то, там что-то такое изображено, да. Ну, а если три объекта всемирного наследия в одной агломерации, это что-то круто. Ну, то есть, нормально, такое есть. Ну, в Москве три объекта, чтобы вы понимали, да. Ну, вот, и здесь три. Как бы, круто же. Ну, вот, то есть, ну, может, такое вот что-то, чтобы как-то приукрасилось вот это вот немножко такой статистический такой подход, который здесь изложен, да. А второе, все-таки, вот, меня, честно говоря, не очень хватило как раз какого-то функционального зонирования, ну, самой агломерации с точки зрения пространственных каких-то аспектов. То есть, агломерация – это всегда связи территорий, дополняющих друг друга. То есть, вот, ну, есть ядро агломерации с управленческими функциями, с образовательными функциями, там, с производственными функциями, жилищными функциями, да. Понятно, что есть площадки, которые выполняют рекреационные функции. Понятно, что есть площадки, которые выполняют функции, вот, ну, свалки даже бытовых отходов, да, это в агломерации очень важная вещь. А там, понятно, что есть какие-то логистические вещи, которые тоже здесь замкнуты. То есть, вот, там, ну, часто не только аэропорт, но и какие-то другие точки внутри агломерации выполняют функции для всей агломерации, а не для, собственно, той локации, где они там находятся. И поэтому вот может быть каких-то вот пара карт, которые дали бы вам еще вот такое вот зонирование территории, выполняющие распределение разных функций внутри агломерации. Ну, самое банальное, да, это производственные и селительные функции. То есть все говорят, что теперь селятся все в пригородах, а работают в ядре агломерации. Ну, хотя бы это уже показать и хотя бы вот на этом уровне что-то сделать, тогда мне кажется, заиграло бы какими-то другими новыми яркими красками вот, собственно, вот эта презентация, которая достаточно интересна по той фактуре, которая уже там собрана. Но это можно еще дополнять, конечно, но можно для начала. Я-то в отличие от Володи, который тек вежливый, буду задавать не самые вежливые вопросы. Как вообще можно рассматривать агломерационное развитие без транспортной карты? Как идут основные... Агломерации — это не районы. Агломерации — это выходы на основных транспортных путях. И расстояние нельзя считать в километрах, его надо считать во времени, которое затрачивает человек, перемещаясь в центр агломерации. Как только вы нарисуете существующий или перспективный, как мне сегодня было объяснено, без этого агломерации не существует. Только так можно их анализировать. Это первый вопрос. Но я их проозначу, и потом вы уже пообсуждаем. Второе. Как может быть агломерация без базовой функции дачной, рекреационной? Вы должны просто жестко указать основные места, куда на лето переезжают жители Казани, и где они создают дополнительный спрос на те самые товары и услуги. Тогда у вас, наконец, вместо вот этих набора административных районов вырисовывается как-то агломерация. Третье. Давайте не будем себе льстить. Для того, чтобы возникали центры второго порядка, они есть. В географической науке это рассматривается, я вам скажу, с 80-х годов. Но рассматривается это на примере московской агломерации. Для того, чтобы сформировались центры второго порядка, масса должна быть не миллион человек. Они возникают в огромных агломерациях, как некий субцентр, дублирующий. В чистом поле центры второго порядка не возникают. Нужен просто набор количества людей. И вот с учетом того, что агломерация маленькая на фоне Москвы, без сомнений, что она расширяется не так, не с той скоростью, как бы вам этого хотелось. Я бы на вашем месте просто подумала, какой из этих заявленных вами потенциальных кусочков может выстрелить первым. И совсем не факт, что это будет Буинск. Как-то мне внутри отказать. Но вот в каком направлении агломерация будет двигаться малость пошустрее. И вот если построят мост, мы понимаем, что это будет границам региона на запад, а дальше надо обсуждать. Поэтому поменьше Маниловщины, пожестче, как бы с пониманием, как эта штука вообще растет и развивается. И это вовсе не административный район. Центра второго порядка не притягивают тех, кто из более дальних мест вокруг себя, и грубо говоря, кто не доезжает дальше. Потому что здесь, в Центре второго порядка, могут предложить некий набор функций, которые, в общем, устраивают. Поэтому вот мои предложения. Я, может быть, добавлю к тому, что говорили коллеги. Значит, на самом деле, вот та работа, которую я рассказывал в рамках пленарного заседания, она как раз и делалась как работа обоснования, экономическое обоснование по екатеринбуржской агломерации. Несмотря на то, что она охватывала всю область, ну, для того, чтобы понять взаимосвязи между разными территориями. И здесь, мне кажется, нужно было бы начать с чего? То есть, как минимум, без всяких дорогостоящих мобильных вещей померить экономическое расстояние. Там для этого не нужно вообще, ну, там, кроме трудовых ресурсов, условно, студентов, никто и не нужен. То есть, посчитать из охраны между разными точками, потом перейти, если переходить уже к транспортной модели, значит, ясно, что в рамках даже самой Казани, это 100%, потому что это по всем российским городам, и уж тем более в рамках агломерации, там есть очень серьезный перепробег всего общественного транспорта, он везде есть, это глобальная проблема, имеющая отношение к умным городам, да, то есть, к синхронизации движения транспорта, чтобы одни и те же маршруты там не дублировали друг друга. Вот это все довольно простые инструменты, которые не требуют каких-то сверхъестественных там вещей. Потом было упомянуто, мне очень понравилось про бюджет развития агломерации. Вообще-то, эта тема, она опускается частенько, вот здесь прозвучало, я только не услышал, там, за ней как бы есть какое-то содержание, если есть, это прекрасно, если это как идея, это тоже прекрасно, потому что часто забывается про то, что никакая агломерация не будет развиваться, если не будет бюджета развития, по условиям использования которого нужно будет между собой как-то договариваться. Ну, вот такие пустые соображения. А, ну и, конечно, по поводу планирования не только медицинских услуг, да, ну, в целом там, социалки, реакции и так далее, но здесь совсем не обязательно, потому что те же медицинские услуги должны находиться, как вы упомянули, в городах первого порядка. Как раз вполне вероятно, можно допустить, что они будут расположены, ну, и целесообразно было бы их располагать совсем по-другому. Ну, это относится и к свалкам, и ко всему прочему. Мне кажется, очень хорошая презентация, что хотелось бы посоветовать. Ну, конечно, учебная группа сейчас распадется, она дальше не будет над этим работать, но здесь вот есть представители Казани и других исполкомов, и, в общем, Министерства экономики, которые эту тему должны дальше проводить, поэтому наши советы, я думаю, не бесполезны. Мне бы казалось, что надо больше внимания сказать про некие сценарные условия, в том числе по развитию технологий. Как будут люди перемещаться внутри Казани, как они будут перемещаться между Казанью и пригородами. Ну, это не только беспилотники, которые все-таки уже на пороге, но, может быть, и еще какие-то тенденции, в том числе велосипедизация пресловутая. Ну, вот нам Владимир рассказал за обедом, что в стратегии Чуваши телепортация заложена. Вот. Ну, немножко пофантазировать, и вот если какие-то действительно транспортные технологии появятся, которые сближают отдаленные районы с центром агломерации, наверное, можно говорить о том, что границы расширятся. А так, это процесс, очень зависящий только от транспортной доступности. Это, ну, сейчас здесь нарисована агломерация и зона потенциального влияния этой агломерации, но вот вся окраина, это, конечно, не агломерация сейчас. Но какой-то временной период, если обозначить, то может быть. И, безусловно, мне нравится, что соседние субъекты федерации тоже затронуты, потому что, когда мы рассуждаем о таких процессах, то административные границы, они играют вторичную роль. Это вот когда начнутся вопросы управления и создание этих советов, и поиск бюджета развития, тогда, конечно, эти вопросы выйдут на первый план, но на той стадии, когда мы некую прогностическую задачу решаем, о них можно на какое-то время забыть. Можно я... Ну, давайте, а потом... Я коротко хотел прокомментировать. Мы действительно сократили нашу презентацию сегодня для общего показа. Она была более расширенная. Мы взяли несколько моментов по промышленности, по межмуниципальным связям и по доступности. Основная все-таки наша идея, цель и задача – это демография. Вот... Поэтому у нас есть какие-то идеи, но нам было очень интересно, вот как вообще на самом деле это образуется, да, и мы считаем, что другого пути нет, как что-то создавать на местах. Вот мы искренне посчитали, что это возможно. Уже имеет это место быть в жизни или не имеет, мы, честно сказать, не знаем, но мы предложили и считаем, что если мы будем создавать условия непосредственно на местах, да, в каких-то, вот как я уже сказал, в точках второго роста, то это позволит сохранить все сельское хозяйство, да, у нас за территорией городов. И там кто-то должен работать на сегодняшний день, среднее население, которое работает на земле, составляет 50 лет. То есть через 10 лет там просто будет некому работать. Нет, понятно, мы на самом деле проблемы понимаем, да, я сейчас уже с точки зрения Министерства экономики проблемы есть. мы видим, мы прекрасно, мы наблюдаем динамику. Динамика у нас тоже, к сожалению, пока отрицательна, она идет гораздо меньшими темпами, чем в целом по Российской Федерации. Но, тем не менее, для нас это очень важно. Для нас очень важно поддержать, это в том числе и сельский уклад жизни, это в том числе сохранение традиций, культуры населения республики. Поэтому это действительно очень важный момент, на который мы будем обращать внимание, о котором говорит население. Прежде всего, да, это когда мы встречаемся, у нас действительно, у нас постоянно, регулярно проходят сходы граждан. Это не только связано с выборами, то есть ежегодно, то есть у нас есть закрепление, каждый член правительства закреплен за определенным районом, да, депутаты закреплены за районом. То есть такие встречи с населением проходят регулярно. И население эти вопросы ставит. Безусловно, мы, прежде всего, обязаны решать те запросы, которые ставит перед нами население. И, безусловно, вот я как уже останавливался у себя, что реализация наших республиканских программ, она проводится на территории всей республики, и она дальше будет продолжаться, потому что это действительно... А там решаются различные вопросы, да, начиная от строительства ФАПов, там, заканчивая там строительством различных домов культуры, да. То есть понятно, что исходя из численности населения, исходя из обеспеченности, понятно, что небольшие дома культуры, а такие многофункциональные, так скажем, центры, где могла быть и библиотека, да, такое и так далее. То есть поэтому это для нас тоже задача очень серьезная, мы их ставим. А, так скажем, мы... Понятно, что точки второго роста это несравнимо, несопоставимо там с Москвой, Московской областью, не об этом вопрос, а вопрос в том, что мы там создаем, допустим, промышленную площадку. Это возможность создания новых рабочих. Понятно, мы еще занимаемся, в том числе, диверсификацией, то есть не только сельским хозяйством, но, так скажем, и обрабатывающих производства, да. То есть какая еще у нас особенность? У нас больше половины объема сельскохозяйственной продукции формируется малыми формами хозяйства. То есть это в том числе личные подворья, и для нас очень важно как раз именно поддержать эту категорию населения и малых предпринимателей. Этим тоже мы занимаемся. Свыше 20 различных программ общим объемом финансирования свыше 2 миллиардов рублей ежегодно идет как раз на поддержку именно сельскохозяйственной, именно малых форм хозяйства. Поэтому для нас это тоже очень важно. Я думаю, мы это будем продолжать. Вот очень хорошее замечание. Мы обсуждали до этого, да, мы тоже с нашей стороны была некоторая критика, но сейчас я выступаю в роли защитника, наверное, да, потому что раз мы вышли как бы на внешний контур, действительно группа пошла очень серьезная, были у них, была проработка по межмуниципальным связям именно по транспорту. У них в группе был представитель Министерства транспорта, они провели анализ по межмуниципальным маршрутам, сделали определенную оптимизацию с одной стороны, с другой стороны, группа предложила новые межмуниципальные маршруты. То есть здесь, к сожалению, не показали они на это все, но это то, что, допустим, меня это зацепило. То есть когда я первый раз смотрел, потому что это действительно, ну, так скажем, новый какой-то момент определенный именно в формировании межмуниципальных связей. Потому что что для нас самое важное вот в ходе обучения, и почему? Мы пока не приняли решение, что вот нам надо вот серьезно, прям срочно сделать стратегию развития агломерации. Вот прям вот чтобы в течение трех месяцев мы должны ее разработать, утвердить. Такой задачи у нас нет. То есть в целом у нас задача развития агломерации прописана стратегией. В плане мероприятий прописаны мероприятия, как мы это будем проводить. А вот нужен отдельный документ или не нужен, пока мы, так скажем, как уполномоченный орган, мы такую задачу себе не ставим. Но какую задачу мы сами себе ставим и ставим прежде всего, ну, так скажем, для себя. Наша задача повысить межмуниципальные связи. И наша задача создать такие условия, чтобы районы, входящие в агломерацию, сами вышли с инициативой, сами разработали стратегию развития агломерации. Безусловно, мы им в этом всячески поможем. Но все наши программы, вот начиная с тех пор, как мы только разработали стратегию, были направлены именно на то, чтобы создать такие условия. Мы формируем прежде всего через образовательные проекты. То есть, причем образовательные проекты мы реализуем, начиная от глав муниципальных районов, потом у нас был образовательный проект, мы с Собираном Петровичем реализовывали руководителей исполнительных комитетов. И сейчас у нас был проект по заместителям руководителей исполнительных комитетов. То есть, постепенно мы по всем уровням проходимся, с тем, чтобы понимание у всех было набрано. Я думаю, понятно, что это не быстро, понятно, что это не скоро, но я хочу сказать, что сейчас понимание у всех уже есть, что вместе надо развиваться. То есть, по любому пути нет. Ну и хороший вопрос был, что касается именно совместных бюджетов развития. Мы все прекрасно понимаем, что пока, так сказать, единого бюджета нет, нет, так скажем, реальных совместных проектов в этой части, то мы дальше не будем. Постепенно совместные проекты реализуются. Мы начинаем там, скажем, по ТБО, то, что схема обращения ТКО. По сути, мы это тоже совместно с группами прорабатывали, когда еще был проект вместе с главным. То есть, одна группа, то, что мы разработали схему, она легла в утвержденную документу, где главы сами, по сути, формировали схему по Камской зоне ТБО. И, к большому счету, мы сейчас находимся на той стадии, когда мы формируем, готовим предложения для того, чтобы действительно сформировать определенный фонд. Мы понимаем, что отдельный бюджет не будет, но фонд, который мог бы направляться на реализацию совместных проектов, я думаю, перспективы мы будем над этим делать. А вот куда, на какие проекты они бы направлялись, да, вот средства этого фонда, должна решать, например, как группа предложила, совет глав агломерации. Да, допустим, как еще у нас тоже, когда группа по главам была, тоже у них было, ну, и каждый год председательствующие меняются. С тем, чтобы... То есть, такие наработки тоже есть, то есть, и... Мы постепенно двигаемся, но пока без, так скажем, точных, конкретных дат, условно, чтобы эта стратегия обязательно там завтра должна быть, и без нее все, мы никуда не делимся. То есть, такой задачи мы перед собой не знаем. И что очень важно, вот еще группа об этом не сказала, в прошлом году у нас казанская агломерация, главы подписали соглашение между собой, вот для нас это на самом деле очень важный этап в части реализации стратегии. Потому что, когда действительно главы и инициатором, что самое важное, был мэр города Казани, когда сенсировал этот вопрос, и вместе с главами входящего в администрацию подписали такое соглашение. Ну, и, конечно, я думаю, Альметьевский потом тоже скажет, главы Альметьевской экономической зоны тоже в прошлом году подписали между собой соглашение. Если можно, коллеги, буквально одну небольшую ремарку. Я бы, ну, прошу не коллег не воспринимать мои доводы критично. Спасибо за подробную детальную презентацию, в которой много поводов, по которым мы должны будем задумываться, вы их осветили, но я бы хотел присоединиться к словам Натальи Васильевны. Я сложно согласиться с теми границами агломерации, которые вы сейчас предлагаете. Те 100 километров, которые вы обрисовали, это простой радиус, если это мерить транспортных, ну, по транспортному каркасу, расстояние, условно, от того Жгуинска до Казани, оно порядка двух часов. По Болгаро-Алексеевске и Чистополь, расположен за Камой, тоже сложно отнести к этой агломерации. Агломерацию определяем не мы, чиновники, и даже не эксперты стратегии. Агломерацию определяют люди и коммерческие хозяйственные субъекты в рамках своих связей. И есть довольно емкая, дорогостоящая детальная исследование, которая проводилась в том числе совместно с Министерством экономики, с экспертами при разработке стратегии развития республики, стратегии развития Казани и комплексной системы организации дорожного движения Казанской, в рамках которой с коллегами с крупнейшей тройкой мобильных операторов был детально исследован пилинг людей. И я скорее соглашусь, что Волск с территории Мариэл относится к территории Казанской агломерации, нежели кайбице опасной Камскусти, входящей в Татарстан. Экономические связи устроены на сегодняшний день таким образом. Безусловно, перед республикой стоит задача выравнивания уровня жизни татарстанцев вне зависимости от места его проживания. Но эти вопросы сложно, наверное, не совсем корректно сегодня рассматривать в качестве их решения создания агломерации. Агломерация сформирована и обладает рядом существенных проблем, с которыми мы сегодня сталкиваемся. И одну из основных, которую я сегодня хотел озвучить, да, наверное, нужен общий бюджет, да, у нас есть совет, который во главе мэров и глав муниципалитетов Казанской агломерации в прошлом году создан и раскручивает сейчас работу. Но первостепенная проблема, с которой мы сталкиваемся на практике, это отсутствие не на заво, а скорее дефицит скоординированного стратегического в первую очередь единой городостроительной политики муниципалитетов в составе сформированной казанской агломерации. Именно этот дефицит сегодня создает массу проблем в ближайшем обозримом будущем. Одна из них, например, то, о чем говорил в понедельник Исраевич в рамках аппаратного совещания, к примеру, Казань, Пестрицы, ввиду дефицита дороговизны земельных участков Казани, наши коллеги из муниципалитетов Пестрицов ведут хаотичную застройку. Но впоследствии уже через буквально несколько месяцев приобретя дешевое, казалось бы, на первый взгляд, жилье, люди начинают предъявлять запросы по уровню жизни, такие же, которые аналогичны столичным. Все эти проблемы это как раз-таки плод отсутствия единой городостроительной политики в рамках экономически сформировавшейся казанской агломерацией. Я бы хотел акцентировать именно на этом ваше внимание, коллеги. Спасибо. Если можно, мне какое-то заключение... Отмечу еще одно. Именно Казани как раз не было среди участников разработки в группе и, безусловно, конечно, не хватило. Но я хочу сказать, что действительно Эльдар Цезянович отметил самое важное, что мы еще при разработке стратегии завели, что главное мероприятие это формирование единой схемы территориального планирования для всей агломерации. Я хочу отметить, что законодательно мы, в принципе, отметили, что возможно там двух и более районов, то есть у нас есть такое, но реально вот в этой части, несмотря на то, что понимание у всех есть, то есть единого документа в этой части у нас еще пока нет. Это действительно является, так скажем, некоторым большим очень ограничением для того, чтобы мы дальше вместе продвигались в эту работу. Спасибо большое. У меня есть несколько, ну, как бы, мое право сказать последнее слово, что называется, да, по поводу того, что агломерация стала здесь большими районами, чем входит в одну, как бы, в ту агломерацию, которая прописана в стратегии. Возможно, это даже и хорошо. Я должен признать, что я честно могу сказать, что я не видел такой работы у предыдущих заместителей глав администрации по экономике, несмотря на весь холстерс. Это спасибо вам, наверное, и вашей школе в ШГМУ, которая все-таки смогла дать вам базу, на которой вы сделали, в общем-то, нормальную презентацию, надо сказать, во-первых. Да, не все проработано, но есть определенные идеи, и здесь у меня есть два предложения, ну, может быть, не два, а три. Как вы помните в фильме «Карнавальные ночи», когда Гурцову показали квартет, он сказал, что такой маленький, а она говорит, что это классический маленький квартет. Он говорит, ну, давайте расширим, будет большой классический квартет. Вот я предлагаю расширить агломерацию, включив сюда все-таки Казань и Зеленодольск. Да, ну, незаслуженно, может быть, забытых. И я бы на месте Министерства экономики сделал эту работу немножко использовал бы сейчас просто из вот того рабочего материала, который вы сделали, уже некий продукт, который вы могли бы обсудить на Совете глав администрации муниципалитетов, входящих в агломерацию, потому что мы понимаем, да, дорога Гребини или дорога Соколки значительно будет менять транспортную доступность и все остальное, правда? Почему об этом не думаете? Второе, совершенно вы правы, что из Казани люди уезжают на лето, но есть еще один процесс. Из Казани уезжают пенсионеры, потому что жить в деревнях, в районах часто дешевле, чем в городе, и городские квартиры сдают. Почему об этом не говорим? У нас тоже очень интересная тема, да, и возможно, каждый день нуждается в ваших районах и в ваших землях, как никто, а у вас, как бы, есть на это ответ. Поэтому, мне кажется, Министерству экономики я бы посоветовал, честно говоря, не прекращать эту работу. Ваши идеи про фонд, который поддерживает нашу идею про фонд на рубль, выложенный администрацией, медиа по рублю из бюджета республики, это просто прекрасно, и у них возникнет инициатива, они станут это делать. Вот если можно. А, ну, как бы вам не останавливаться, я не знаю, мне очень понравилось, я неудобно сказать, не ожидал, я знал, что Министерство экономики и школа высшего вашего мастерства, вы говорите, с привалом делает правильную вещь. Ну, молодцы. Нет, без всяких. Я похвалил. Давайте вторую презентацию посмотрим. Камская агломерация. Это у меня звание, не обращайте внимания. Коллеги, добрый день. Заранее прошу вас прощения за состояние своего голоса и, возможно, за тот кашель, который будет сопровождать мое выступление, но, тем не менее, позвольте вам представить наш рабочий проект по разработке стратегии социально-экономического развития Камская агломерация. На слайде на УЗ представлены тем муниципальное образование, которое входит в состав Камской агломерации. Это 9 муниципальных районов и городской округ город Набережная Челны. В целом, пространственная структура Камской экономической зоны состоит из 3 зон активного развития. Это зона активного развития Камской городской агломерации, в которой включает Елабужский, Менделеевский, Тукаевский, Нижний Камский районы и город Набережной Челны. Зона активного развития Приобреженных территорий она более широкая, она включает в себя Октанышский, Мензелинский, Огрызский, Елабужский, Менделевский, Тукаевский, Нижнекамский муниципальный район и город Набережные Челны. И так называемая зона активного трансграничного сотрудничества, к которому у нас относится Огрызский муниципальный район, который также активно взаимодействует с соседними районами Удмуртской республики. На слайде здесь у нас представлена территория и сегодняшнее состояние населения Камской агломерации, также промышленный потенциал Камской агломерации, который имеется на сегодняшний день. На основании тех данных, которые были у нас, мы провели анализ современного социально-экономического состояния Камской агломерации. Соответственно, эти данные легли в основу анализа тех возможностей и угроз, которые имеются для данной территории. И на основании этого у нас были сформированы стратегическая цель и основные задачи развития Камской агломерации. В целом, все эти данные были положены нами в несколько сценариев развития Камской агломерации в дальнейшем. Первый вариант развития нами предполагает это ускоренное развитие всей Камской агломерации как экономического промышленного центра Республики Татарстан и всего Поволжье. Второй вариант это ускоренное развитие только города Набережной Челны и Нижний Камска без усиления других территорий в составе агломерации. Третий вариант это развитие Камской агломерации, но без интеграции в мировую экономику, в экономику Республики Татарстан. И четвертый вариант это самостоятельное развитие всех муниципалитетов, которые входят в состав агломерации, то есть это то состояние, которое мы имеем на сегодняшний день. Соответственно, если объединить эти все варианты в два варианта, то есть у нас предполагается агломерационный и инвестиционный сценарий развития Камской агломерации. В целом оценить по какому пути развивается агломерация мы предполагаем по двум параметрам. Это изменение численности населения и, соответственно, изменение производительности труда и экономического развития агломерации в целом. Для решения существующих проблем и достижения показателей агломерационного развития мы предлагаем сформировать экологический и транспортный каркас агломерации. Вообще говорить о необходимости создания экологического каркаса для Камской агломерации, наверное, говорить не приходится. Те экологические проблемы, которые имеются на сегодняшний день на данной территории, они всем известны. Промышленный центр, он сам по себе предполагает возникновение таких проблем. Для решения этих задач мы предполагаем использование на территории Камской агломерации так называемой циркуляционной экономики, когда отходы одного производства становятся ресурсом для другого производства, в том числе и в сельском хозяйстве. Реализация такого механизма предполагает под собой создание системы мониторинга тех отходов, которые образуются на сегодняшний день. Соответственно, это позволит в дальнейшем внедрить эту циркуляционную экономику в целом на территории агломерации. Те индикаторы, которые позволят оценить реализацию этого проекта, представлены также на слайде. Формирование транспортного каркаса Камской агломерации на сегодняшний день, та ситуация, которая имеется на сегодняшний момент времени, она не удовлетворяет тем запросам, которые выдвигает для нас городская агломерация с численностью населения более 1 миллиона человек. Тем более, у нас есть большая нагрузка на промышленные узлы, это территория города Набережной Челны, Нижнекамского и Лабужского муниципальных районов. Соответственно, для решения этих задач мы предлагаем сформировать так называемые транспортно-пересадочные узлы, которые будут объединять в себе несколько видов транспорта. Первый транспортно-пересадочный узел мы предлагаем сформировать на территории села Круглое Поле, который объединит в себе три вида транспорта, это авиация, автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт. Второй такой узел мы предлагаем сформировать на территории города Грыза, где у нас объединятся два вида транспорта, автомобильный и железнодорожный соответственно. В целом транспортно-пересадочный узел представляет собой здание или комплекс зданий, на территории которого имеются остановочные пункты как городского, так и пригородного транспорта. Та территория, на которой люди смогут оставить свой личный транспорт, какое-то место, где люди могут провести досуг, отдохнуть и переждать то время, когда им нужно провести пересадку. Соответственно, формирование таких транспортных узлов потребует от нас синхронизацию имеющегося транспорта во времени. Экологический и транспортный каркас в целом, они очень взаимосвязаны между собой. Если мы ставим перед собой одним из параметров оценки реализации именно агломерационного эффекта как рост численности населения, соответственно, мы понимаем, что если численность населения растет, то количество личного транспорта, соответственно, растет. От этого растет у нас нагрузка на транспортное полотно, соответственно, экологические проблемы, экологическая нагрузка, она также у нас возрастает. В целом, состояние человеческого капитала на сегодняшний день на территории Камской агломерации у нас представлено на слайде. И для развития человеческого капитала нами было предложено разработанный ряд проектов, которые позволят развить этот человеческий капитал. Первый проект – это проект так называемый «Вагон знаний». Он у нас нацелен на школьников, которые в рамках определенной сформированной сетки смогут посещать промышленные и сельскохозяйственные предприятия, находящиеся на территории агломерации. Это позволит им ознакомиться не только с азами профессии, но и принять участие в производственном процессе. В целом, реализация данного проекта найдет в ногу с той тенденцией по популяризации рабочих профессий у нас, как в целом в стране. Следующий проект – это «Спортивная агломерация. Спортивная нация». Данный проект предполагает не только развитие спорта на территории агломерации, но и увеличение максимальной загруженности тех объектов, которые спортивных, которые имеются на территории агломерации. Кроме того, данный проект имеет возможность популяризировать новые виды спорта, а также активно их продвигать на территории Республики Татарстан. Если мы говорим как пример, то если на территории Заинского муниципального района будет реализован биатлонный центр, то, соответственно, этот центр может стать центром развития именно и в Республике Татарстан, и в целом в Российской Федерации данного вида спорта. Следующий проект, предложенный нами в данном направлении – это «Трудовые ресурсы Камской агломерации». В целом, развитие агломерации как промышленного центра, соответственно, оно предполагает за собой развитие именно кадров как профессиональных ресурсов. Данный проект может быть реализован как на отдельном портале, либо с использованием портала госмуниципальных услуг. Данный проект позволит не только потенциальным работникам и работодателям заявить о себе, но и госорганам собрать информацию о трудовых ресурсах агломерации в развере квалифицированных и иных критериев. В целом, Камская агломерация является не только промышленным центром, но также включает в себя те районы, где основным производственным фактором является сельское хозяйство. Соответственно, о них не нужно забывать, их нужно тоже развивать, и для их развития нами были предложены тоже ряд проектов. Первый проект — это «Моя малая родина», который предполагает взаимодействие между муниципалитетами в целях обмена опытом в тех или иных отраслях развития. Данный проект был нам навеян даже из того опыта, который мы приобрели в течение года общения друг с другом. Например, один муниципалитет говорит о возникшей проблеме и ищет пути решения. Соответственно, в момент взаимодействия мы узнаем, что в другом субъекте, в другом районе уже нашли решение этой проблемы. Они уже съездили куда-то, обменялись опытом, и прошло определенное время, они уже этот опыт переложили на данную территорию, соответственно, наработали какой-то опыт и могут им поделиться. Следующий проект — это «Карта праздников Камской агломерации». Данный проект предполагает под собой создание какого-то сайта, который нами уже был разработан. К сожалению, сегодня мы не сможем его продемонстрировать, где каждый район сможет внести информацию о тех мероприятиях, которые проводятся на его территории. Каждый житель агломерации, ну и республики в целом, может зайти и запланировать посещение этого праздника. Ни для кого не секрет, что в каждом районе проводится большое количество мероприятий. Здесь мы нанесли минимальное количество, то, чего проводится у нас на территории агломерации. Соответственно, на это тратятся деньги, ни для кого не секрет. И чем больше людей смогут посетить эти мероприятия, чем больше людей смогут с ними ознакомиться, тем больше эффект мы от этого получим. И третий проект это агрологистический парк Камской агломерации. Он предполагает, что на территории данного парка будет реализовано хранение, логистика и переработка не только тех сельскохозяйственных продуктов, которые производятся на территории агломерации, но и, соответственно, ввозимых с территорий других агломераций, либо вообще с других соседних республик агломераций. Все изложенные проекты позволят нам достичь того агломерационного эффекта, о котором я говорила в начале, и, соответственно, обеспечить взаимодействие как республиканских, так и федеральных программ и тех задач, которые заложены в их основе. На этом у меня все. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо большое. Владимир Иванович, небольшой комментарий только, да, я отмечу. Я вначале говорил, что, как сказать, у нас районов на всех не хватало, и вот эта группа здесь действительно была представлена, ну, наименьшее количество районов вообще, которые входят даже не то, что в агломерацию, а в саму зону Камскую, да, соответственно, там не было ни Челнов представителей, ни Нижнекамска, ни Елабуги, да, то есть, так скажем, основных тех ключевых муниципалитетов, которые действительно формируют, так скажем, тот наш промышленный главный узел, по большому счету, это главный такой наш промышленный центр республики Татарстан. Поэтому, в принципе, группа, наверное, уходила, так больше сказать, от того, исходя, ну, как они сами думали, да, где, на какие моменты обратить внимание. Но мы им порекомендовали все-таки с учетом того, что там ключевых игроков не было представлено в группе, сделать больше акцент, больше внимания на формирование межмуниципальных проектов. То есть, какие проекты можно было бы, так скажем, объединяющей агломерацией, и вот в своем выступлении, как раз, в большом счете, вторая часть всего выступления была обращена именно на это. Спасибо. У меня по поведению предложение, поскольку мы уже должны ускоряться, может быть, заслушать Альметьевск и потом обсудить сразу. Спасибо за выступление, за доклад. У меня такой вопрос, как бы, вот, ну, и к вам, и ко всем агломерациям. А знает ли вот этот вот человеческий капитал, которому так хорошо вот в этой агломерации, и вообще люди, что они живут в агломерации, да, вот мы так вот за это боремся, а рассказываем ли мы им, что они говорят прозой, и что вот они себя вот как жители агломерации. Потому что вот агломерация, и надо ли вот это вообще, или это останется вот в рамках, например, ну, стратегии Татарстана. Вообще же вот стратегия Татарстана, она же так широко обсуждалась, обсуждали же ее вот имиджевые проекты, да, и вот агломерация, она как вот один из проектов. Но в данном случае, с того, что вот я слышу, я пока что не слышала, как вот, например, на Западе вот это делается, что вот регионы, они вот менее известные, они продвигают себя через вхождение там, ну, в агломерацию, в группировку с такими вот крупными имиджевыми городами, например, как это было вот в Баварии, это вот объединение Майи, Мюнхен, Аугсбург, Ингольштадт. Они вот через близость к Мюнхену себя вот продвигали. Вот здесь пока я вот такого не услышала, а может быть, вот вы говорите, что там вы кого-то записали в агломерацию, а кого-то нет, а стремятся ли вот, например, сами вот эти вот, ну, города, например, мне неизвестные, да, вот себя позиционировать через то, что вот они вот как бы члены этой агломерации. И вот в данном случае, например, вот в Камской агломерации, да, вот я не услышала вот названий набережных челнов, да, вот как вот это вот используют Камская агломерация, кроме того, что стараются вот негатив экологический вот как-то привнести. Вот поэтому мне такое вот нужно ли вот обсуждать это вот с людьми, а не только вот схемы рисовать там, где транспортное кольцо, значит, все уже не агломерация. Большое спасибо за вопрос. И маркетинговую такую составляющую. Больше на себя вопрос этот я принимаю, потому что здесь я хочу сказать, что из трех агломераций пока вот, наверное, больше всего, ну, по моему субъективному мнению, потому что опросы населения мы не проводили, да, то есть это вот я сразу говорю, но по моему субъективному мнению, все-таки наибольшее число людей таких потенциально могли бы сказать про Камскую зону. Потому что это все-таки, ну, как сказать, во-первых, это Иннокам утвержден на федеральном уровне, да, стратегии Иннокама, и больше всего все-таки действительно перемещение именно в Камской зоне мы наблюдали. Это и со времен разработки стратегии, да, когда мы все-таки видели, да, я очень быстро, да. Но вот что касается позиционирования, это действительно очень хороший вопрос. Это именно тот вопрос, который я хотел еще с Игорем Анатольевичем обсуждать, потому что нам действительно пока в муниципалитетах не хватает компетенций на правильное вот маркетинговое и вот позиционирование территории. Поэтому мы на это обратим внимание, обращаем внимание. Большое спасибо за то, что я еще один галочку поставил, что мы будем двигаться правильно. А я буду с вами спорить. Первое, а есть ли это агломерация? Есть ли это агломерация? Вы доказали это взаимными обменами, потоками занятых, взаимодействием бизнеса? Или вы механически сложили совершенно самодостаточный Нижнекамск с набережными челнами, которые тоже сами по себе во многом, и обозвали это агломерацией, засунув все туда и лабуку. Поэтому вот пока вы для себя не поняли, она таки формируется или вы так захотели, вот будет вот это вот то, что вы называете межмуниципальных сотрудников. Причем здесь агломерация? Это тупо, тупо, межмуниципальное сотрудничество и все. Первое. Второе. И это моноцентрическая или полицентрическая агломерация. Как соотносятся между собой центры? Как взаимодействуют люди в рамках этих границ? Ни слова. И вы опять рисуете благости. Ребят, ну вы мастера рисовать красивые картинки, но жизнь-то идет отдельно от вас. Поэтому транспортные потоки, понимание поли- или моноцентральности, взаимодействие только после этого, все эти красивости, которые вы предлагаете делать. Иначе, простите меня, это называется бла-бла-бла. Большое спасибо. Можно я сделаю заключение? Просто, Владимир Иванович. Быстро, очень быстро. Да, я просто... Все эти вопросы, они в стратегии еще 20-30 указаны. Группа работала несколько в своем направлении. Ну, Наталья Васильевна, мы все-таки рассматриваем ученический проект. Понятно, что это больше... Конечно, стратегию наизусть долг. А потом на базе того, что вы хорошо подавали, ну как бы, сначала прочтите сделать для себя, а потом на российском, неизобретаемый, что здесь нельзя. Наталья Васильевна, мы с вами согласны, мы тоже их немножко ругали. Нет, коллеги, можно я добавлю? На самом деле, я должен тоже... Я сторонник того, что делается, это хорошо. Я единственное, может быть, вот здесь бы добавил каких-то все-таки побольше... Ну, в лексике угрозы, скажем так. Вот мне кажется, там Агрис скорее войдет в агломерацию Ижевска, чем в агломерацию набережных Челнов. Я не понимаю этого, но мне так кажется. Вот чисто это. Второе, все-таки вот там поосторожнее с ростом численности населения. То есть я бы сценарий делал, наоборот, стабильная численность населения и сокращающаяся. Ну вот какие-то вещи такие, ну а то там опережающие темпы. Ну вот хочется сказать, там не верю в каких-то случаях. В этой связи может быть через какие-то угрозы и риски, которых здесь явно нет. Да, но через какие-то вот преодоления негативности, я бы так сказал. То есть вот не формируется агломерация реально. Да, вот вроде все есть, вроде близко расположены города с разными функциями. Сам Бог велел здесь создать эту полицентрическую агломерацию. Но объясните мне, почему есть колледж искусств в Нижнекамске и в набережных Челнах? Вот если вы сами это объясните мне, да, если дублирование этих функций, если вы тут сделали блестящий Казанский федеральный университет, объединив образовательные услуги в одной точке. Вы в одной агломерации их не можете объединить. Ну вот, и когда вы тогда это разберетесь, тогда вы, ну так сказать, и поймете, что, наверное, здесь можно что-то сделать. Извините, я тоже... Спасибо большое. Во-первых, я хочу еще раз поблагодарить разработчиков, пусть это учебный проект, но это все-таки проект, и есть какой-то определенный взгляд. И у меня есть краткое резюме, наверное, от всех. Вернуть народ в агломерацию, спросить его, живет ли он там. И как бы главных игроков, так же, как с Казанской. Мне кажется, она сразу станет интереснее. Возможно, вы найдете ответы на все замечания и пожелания экспертов, которые вам высказали. Конечно, сложно рисовать что-то без главных персонажей. Ну, здесь есть над чем интересно поработать, тем более, что вопрос о полицентричности здесь очень интересный. Спасибо. Следующее. Альмитерск. Я не буду. Нет, представить. А, да, пожалуйста. Значит, Андрей Николаевич Подавалов, заместитель руководителя исполкома Альмитерского муниципального района по экономике. Спасибо вам за то, что вы приехали. И благодарность главе, что он нас отпустил. Добрый день, коллеги. Я сразу хочу сказать, что в отличие от двух предыдущих агломераций, Альмитерская имеет одну особенность, связанная с тем, что на юго-востоке Татарстана находится компания «Датнефть» и добывает нефть. И в целом в Альмитерскую экономическую зону вошли те районы, на которых нефть добывается. И, соответственно, даже вот в отличие от КАМАЗа или в отличие от КАПО, что такое в целом нефтяная промышленность? Это весь юго-восток, на самом деле, один огромный большой завод. Как КАМАЗ в одном месте расположен в набережных Челнах, то юго-восток, Альмитерская экономическая зона, это на самом деле один огромный большой завод, соответствующий транспортной инфраструктурой, соответствующими социальными связями и так далее. И, конечно, на этой основе и Альмитерская экономическая зона сложилась. Кратко о цифрах. Вообще в стратегии 2030 и Татарстан определена Альмитерская экономическая зона, в которую входят Альмитерский, Азнакаевский, Аксубаевский, Бавлинский, Бугульминский, Лениногорский, Новышешминский, Нурладский, Сармановский, Черемшанский и Ютазинские районы. 19 ноября было подписано соглашение между районами, входящими в Альмитерскую экономическую зону, соответственно, о сотрудничестве. Кратко о цифрах. Общая площадь всех районов составляет 12,6 тысяч квадратных километров. Это 19% от всей площади республики. Численность населения проживающих в экономической зоне составляет 666,5 тысяч человек. Это одна шестая часть численности республики. И соотношение доли площади и численности проживающих говорит о том, что плотность населения в Альмитерской экономической зоне ниже, чем в среднем по Татарстану. Однако валовый территориальный продукт за 2017 год по Альмитерской экономической зоне составил 671 миллиард рублей. И каждый третий рубль производится у нас. При этом ВТП на одного жителя экономической зоны в два раза больше, чем в среднем по региону, по республике. Отраслевая специализация Альмитерской экономической зоны – это нефтедобыча и добыча попутного газа, производство нефтяного и прочего оборудования, агропромышленный комплекс и производство строительных материалов. В соответствии со стратегией 2030 перспективное видение Альмитерской экономической зоны – это территория диверсификации экономики, модернизации нефтегазового комплекса на основе развития высоких технологий в области нефтедобычи и перехода к ее глубокой переработке, индустриализации сельскохозяйственных видов деятельности. Проанализировав стратегии 11 районов, можно сказать, что цели и задачи имеют схожие направления развития. Каждый район во главу угла ставит человека как истинную ценность. И все мероприятия сводятся к тому, чтобы создать комфортные условия для развития человеческого капитала. Основа взаимосвязей – это единая сырьевая специализация, тесные экономические, трудовые, культурно-бытовые и административно-хозяйственные связи, транспортная доступность. Цель развития Альмитерской экономической зоны представлена на слайде развития территории как единого индустриального, инвестиционно-привлекательного и социокультурного пространства. Исходя из стратегии 2030 Республики Татарстан, принципы агломерации основаны на взаимодействии по трем направлениям – это экономика, транспортная инфраструктура и культура. И на самом деле мы, в принципе, рассматривая агломерацию по этим трем направлениям, пытались и находили взаимодействие. Что касается экономики, я быстро пролистаю слайды, чтобы никого не задерживать. Это нефтедобывающие, как я уже сказал, и представлены нефтегазодобывающие управления, которые располагаются во многих уже районах. Это компания «Татнефть» и «Таграс», которая производит также нефтесервис на Польмейской экономической зоне. Существует предприятие мышеностроения, в каждом, не в каждом, но в ряде районов строительная отрасль представлена. И газохимический кластер – это перспективный проект, который планируется расположить на границе трех муниципальных районов. Будет более полутора тысяч созданных рабочих мест на основе газа, который перерабатывается в Минебайском газоперерабатывающем заводе на территории Альмейческого муниципального района. И, соответственно, жители соседних районов также могут трудоустраиваться на предприятиях газохимического кластера. Сельское хозяйство. Здесь что нужно ответить? Что в целом на юго-востоке очень плодородные земли. Слой гумуса составляет до полутора метров, и поэтому в этой связи развитие сельского хозяйства на Альмейской экономической зоне и не только развитие, но и кооперация, особенно связанная с переработкой и со сбытом, конечно, она должна формироваться. Это обуславливается и тем, что рынок сбыта на самом деле в Альмейской экономической зоне, конечно, ограничен. Это всего 666 тысяч человек. Даже если выходить сейчас на экспорт на Китай, на Дубай и так далее, то, конечно, это нужно производить и кооперировать большое количество продуктов питания. Просто в Альмейческе вырастить ягоду и продать в Китае нереально, потому что там очень большие потребности. Это вот наш один из прерывных, сейчас один из прерывных проектов «Ягодная долина», создан был в Альмейческе. Это вторая, на самом деле, вторая в России по площади ягодная плантация. «Овощная долина» – это тоже проект, который был реализован. Статистика малых и средних предприятий также вот сейчас на слайде. Это, конечно, отдельно нужно сказать о взаимодействии малых предприятий, особенно в производстве и в кооперации, находясь на… и, в принципе, обслуживая во многом не нефтегазовую отрасль. Конечно, они, во-первых, кооперируются с точки зрения кадров, во-вторых, с точки зрения того оборудования, которое у них стоит, и не нужно уже металлообработку оборудования приобретать отдельно. Развитие туристической отрасли. На территории в целом Альмейческой экономической зоны находятся так называемые здравницы Татнефти, которые тоже во многих районах расположены. И тут что греха таить, на самом деле Альмейческ, он во многом проигрывает и Камской зоне, и Казанской зоне. В плане туризма у нас нет каких-то исторических объектов, но в то же время есть действительно здравница, есть у нас медсанчасть, это медицинское учреждение, в котором расположено высокотехнологичное оборудование, врачи и так далее. И, соответственно, мы можем привлекать на нашу территорию медицинский туризм, и можем привлекать людей, которые бы приезжали в здравницы на юго-востоке и отдыхали бы там. Разработан у нас сейчас и работает туристический маршрут «Золотая подкова». Проект включает ряд агро-этно-эко-событийных паломнических туристических маршрутов, охватывающих 16 муниципальных районов на юго-востоке Татарстана. Это вот сама «Золотая подкова», здравницы, которые расположены на юго-востоке. И, конечно, между ними тоже взаимодействие происходит, кооперация в части медицинского обслуживания, оборудования и так далее. Ряд преимуществ у нас есть и исторических. Это гора Четверта в Ознакаевском районе, музей нефти был разработан в Лениногорском районе. И по всем этим объектам идет наша «Золотая подкова». В этом смысле нужно, конечно, Альметьевский город отметить отдельно. И, конечно, рекреационные зоны в каждом районе построить невозможно. И город Альметьевский является таким центром, может быть, столицей, если это не громко сказано, юго-востока, где строятся такие рекреационные зоны, современные рекреационные зоны. И многие с юго-востока Татарстана, потому что для Челнов от Альметьевска еще плюс 100 километров, до Казани это еще плюс 260. И, соответственно, у жителей Альметьевской экономической зоны появляется возможность приезжать в Альметьевск, сделать покупки и отдохнуть в современных рекреационных зонах. Горнолыжный комплекс. В этом году был реализован проект МИРАС, 50-метровый бассейн, который является не просто туристическим объектом, но и спортивным сооружением, 50 метров бассейн, тоже является центром подготовки пловцов по юго-востоку. Кривические музеи в каждом районе. И, наверное, нужно сказать отдельно по медицинскому взаимодействию. Сейчас уже по всей стране, по Татарстану в частности, во многих небольших районах сокращается функционал, связанный с медициной. И наиболее сложные операции, наиболее квалифицированные операции, они, конечно, передаются в более крупные города. И в этом смысле Альметьевск и Бугульма являются таким центром, становятся центром, или стали уже центром по медицине, когда со всей Альметьевской экономической зоной наиболее сложные операции проходят в медицинских учреждениях двух районов. Транспортная инфраструктура. В Альметьевской экономической зоне в Бугульме находится у нас аэропорт, является таким воздушным портом. И железнодорожным также портом. Отдельно по... Одним из наиболее масштабных проектов, направленных на создание скоростных транспортно-коммунальных связей, является реализация проекта «Европа-Западный Кедай», в рамках которой ведется строительство участка автодороги Шали-Бавлей. Проходит по Альметьевскому, Новошашминскому, Черемшанскому и Бавлинским районам, который, соответственно, вдоль этой района и тоже вдоль этой дороги формируется и малый бизнес, и определенное взаимодействие. Что тут нужно сказать, в целом возвращаясь к экономике, то ряд предприятий, находящихся в Альметьевске, такие как Алнас, завод по производству погруженных насосов, Сафар, небольшое предприятие по металлообработке, возят на работу из других районов, в частности, из Альметьевска, ежедневно идут автобусы для обеспечения рабочей силой. Соответственно, развитие транспортной инфраструктуры в этой связи, она уже создана и таким образом идет взаимодействие. Однако мы сейчас столкнулись с одной особенностью, когда альметьевцы, продолжая работать в городе, приобретают жилье в приграничных с районом, в других районах на границе с Альметьевском приобретают жилье, например, в Крабаше, в Октюбе, в Ознакаевском районе, где стоимость жилья в 2-3 раза порой ниже, чем в Альметьевске. И, соответственно, они или продают однокомнатную квартиру в Альметьевске, переезжают в район чуть подальше, приобретают уже более комфортное жилье и продолжают работать в Альметьевске. Самый большой вызов для всех районов, и в том числе для Альметьевска, это ток молодежи. Но в этой связи флагманом образования Альметьевской экономической зоны продолжает оставаться Альметьевский государственный нефтяной институт, на базе которого планируется создать высшую школу нефти как лидера нефтяного образования в Российской Федерации, что позволит закрепить талантливую молодежь на территории Альметьевской экономической зоны. Что касается развития культуры, то качество культуры как отрасли Альметьевской экономической зоны и разнообразие культурной жизни является реальным фактором притяжения накопления человеческого капитала. И в этой связи творческие коллективы взаимодействуют, участвуют в различных конкурсах. Также в Альметьевске, как в центре Альметьевской экономической зоны, существует ряд объектов, культурных объектов, в которые жители Альметьевской экономической зоны имеют возможность посетить Альметьевский драматический театр. Большой культурный центр, это у нас дворец культур ДКНФЧ, имеет современное оборудование, звуковое и так далее. На данном ДКНФЧ проводятся и приглашаются различные артисты, артисты мирового уровня. И, соответственно, на данные концерты также жители всей Альметьевской экономической зоны, им не нужно никуда выезжать, отдельно в Казань, в Петербург, в Москву. Они имеют возможность в Альметьевске уже посмотреть концерты выдающихся артистов. Это достижения творческих коллективов Альметьевской экономической зоны. Их достижения. Да, что касается культуры, заканчивая, то мы, общаясь с главами, поняли, что в этом направлении можно развиваться и еще больше улучшать взаимодействие. Что касается механизма взаимодействия и реализации вообще развития Альметьевской экономической зоны, то был организован и принят состав, подписано соглашение, и также состав рабочей группы также был принят, куда вошли все заместители по экономике всех районов. Необходимо создавать, конечно, какие-то конкретные мероприятия. Что нам мешает развиваться, я бы, наверное, тоже хотел отдельно сказать. Конечно, в первую очередь бюджетный кодекс, который, в принципе, говорит о том, что всех глав Альметьевской экономической зоны на самом деле делает больше конкурентными, чем партнерами, потому что каждая глава начинает конкурировать за привлечение инвестиций, за получение большего дохода в бюджет. И, конечно, бюджетный кодекс сейчас не позволяет как-то совместные проекты и финансировать, и получая, например, если завод мы совместно как-то строим в Альметьевске, то, конечно, все налоги, они пойдут именно в Альметьевск. И, конечно, нам нужно смотреть в будущее, проекты и развитие умной экономики, те возможности, которые нам даст все-таки умная экономика, и, скорее всего, даже те транспортные, может быть, решения, которые сейчас будут приняты, они, я думаю, что во многом будут не нужны, когда будет развиваться умная экономика. В целом все. Спасибо за внимание. Готов ответить на вопрос. Спасибо большое. Короткий вопрос. Можно? Велодорожка будет из Альметьевска в Лениногорск? В Казань. В Казань. Нет, там внутри агломерации. Вот будет или нет? Так нет, но мы же все знаем веломаршруты в Альметьевске. Да, Альметьевск очень сильно развивается в плане велоинфраструктуры, и раз уж об этом зашла речь, то для нас велоинфраструктура это не просто, как в других городах, возможность... В городе, в агломерации? Вы же меня не услышали. Агломерация, я понял вопрос. Хороший вопрос. Нужно потребность изучить с точки зрения безопасности, в том числе дорожного движения, и возможности человека 50 км проехать. Вы знаете, на самом деле, германский опыт изучите. Они столкнулись с тем, что у них велорегулирование идет на уровне даже неземельном, по-моему, муниципальном, и когда они сделали вот эти скоростные веломаршруты, межземельные, они поняли, что не бьет ПДД с регулированием велодорожек. Очень классная идея. Вот как велодорожки сделать не муниципальными. Да, спасибо. Ну ладно, ладно, вы не обещаете нашу Альметьевскую, потому что в Альметьевске Деда Мороз ездит на велосипедах зимой поздравлять детей. Это мы видели, да. Там лыжню нужно прокладывать. Да. У нас мало времени, давайте конкретные замечания и пожелания. Нет, мы все идеи принимаем. Там есть якорный действительно агломератор, да. Ну на самом деле. Поэтому там действительно нужны какие-то вот такие классные идеи межмуниципального характера. И поэтому здорово. Коллеги, я... Есть предложение предложить коллеге присесть. Спасибо. Для обсуждения. Я умышленно не просил, да, не просил слова, чтобы выступили все наши... с нашими проектами, учитывая свой предыдущий опыт, я долгое время проработал главой разных районов, в том числе и Закамской агломерации. Хочу сказать такие моменты. Во-первых, я уже говорил, да, Владимир Иванович, то, что здорово, что все-таки стратегии... Вот как бы ее не критиковали, когда она выходила, помнишь, я тебе говорил, да? Значит, плохая, хорошая, но самое зерно, которое я сразу уловил, это агломерация. Межмуниципальное взаимодействие, работая главой, мы всегда с соседями только конфликтовали и конкурировали. Каждая глава обязательно мечтал у себя построить элеватор. Есть у нее зерно или нет, это неважно. Вот. Обязательно мечтал построить молокозавод. Есть у него молоко или нет, это второе. Это второе, да? Значит, сахарный завод обязательно, да. Хотя у нее там свекла никогда в жизни, да, кирпичный завод, вот, и все остальное. И мы всегда конкурировали между собой, и это продолжается. В принципе, вот сейчас то, что сегодня происходит, и подписывают взаимодействие между собой, это очень здорово. Это очень здорово. Наконец-то начали включать мозги. Но есть то, что коллега сказал, бюджетный кодекс. Вот на моей территории стоял там мясокомбинат, который принадлежал в Елабуге. И налоги все платил там в Елабуге, да. А НДФЛ-то это мой. Не важно, что он привозил ко мне людей из Елабуги, там больше половины, но так как он находился у меня на территории, НДФЛ должны платить мне. И мы конфликтовали, значит, и воевали с главой, с соседем, до тех пор, пока не закрыли этот мясокомбинат. Нормально, да? Да, нормально, да. И вот такие вот моменты, они имеют место. Еще что я хочу сказать. Вообще здорово то, что сегодня происходит, и Олег Владимирович говорил, да, то, что мы обсуждаем, то, что слышим ваше мнение про велодорожки. Да нет у нас климата, как в Германии. Какие велодорожки? Нам лыжню надо прокладывать. Вот. Ну, когда начинают сравнивать, да, значит, вот почему у нас пенсионный возраст хотят увеличить, а вот там, в африканской стране, значит, его, наоборот, уменьшают. Да там не знают, что делать с этими трудовыми ресурсами. Иди на пенсию и отдыхай. А здесь у нас, наоборот, у нас не хватает людей. Вы посмотрите, армитерская агломерация, 600 тысяч населения. 660 тысяч населения. Я работал в Камских полянах, у меня 42 автобуса утром выходило в Нижнекамск с рабочими. 42 автобуса. И вечером возвращались. Одна дорога. Понимаете? Мы построили там технопарк, значит, все замечательно, все хорошо. Значит, технопарк построили, а людей нет. Кто работает-то будет там. Хотя безработица 18% была, и людей возили в технопарк в течение полтора года. Трудовые ресурсы из Нижнекамска возили. И вот такое происходит. И еще реплику одну хочу сказать. Вы говорили о дороге, 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 дороге. Чем лучше дороги, тем больше отток, чем лучше дороги. Вот все сейчас радуются и говорят о том, что сейчас высокоскоростной магистраль построят, и у нас будет шоколад. Так вот у нас, знаете, какой будет шоколад? Я так предполагаю. Это лично мое мнение. У нас люди сядут сначала в вагоны и поедут в Москву зарабатывать, потому что уровень заработной платы в Москве, он выше, чем здесь. Они будут ездить туда-сюда, туда-сюда, потом надоест им это дело, они купят там квартиру, на те заработанные деньги, и останутся там. У нас отток населения будет. Ну, да, да. Более конкурентоспособно, да. Да, и мы не можем это удержать. Искусственно это бесполезно. Это, наоборот, хуже для экономики. Отсюда, если можно, спасибо большое, отсюда следует, что всем разработчикам надо отдать внимание на то, как сделать свои агломерации, или как вы их там называете, большие классические квартеты, или маленькие, как их сделать конкурентоспособными, для того, чтобы к вам приехали. Вопрос, кто приехал. Потому что здесь очень интересные два процесса было замечено. Да, первая уезжает молодежь, вторая перемещается в пенсионное население, да. Вот никто не готов к тому, чтобы пенсионное население из Казани принять и обеспечить ему хорошей качественной жизни, но дешевле в районах. Это очень интересный процесс, да. Когда ты, Игорь, говоришь, что все отсюда ездят в Москву, все в СМП отходят. Я тебе уверяю, сюда приедут офисы. Сюда приедут офисы, потому что за два часа на работу... Конечно, ну, конечно, мы к этому готовы. Мы ждем эту дорогу не совсем для того, чтобы отсюда уехали, а чтобы сюда приехали. И вам надо подумать над этим и посмотреть. Ну, у нас очень мало времени, да. Я прошу прощения, что, может быть, не всем дал слово, но обязательно хочу предоставить слово инициатору и вообще виновнику сегодняшнего торжества, я не побоюсь этого слова, нашей прекрасной встречи, конечно, Олегу Мировне. Я очень недолго. Я думаю, что я дам тему следующего года, потому что вы затронули очень много проблем про агломерацию. Во-первых, я хочу поблагодарить всех экспертов, которые приехали и находятся здесь, которые откликнулись на наш призыв. Даже один день – это праздник для нашего института. Ну, вот есть такой момент – праздник науки, праздник интеллекта. И вот сегодня, я думаю, что региональщики, территориальщики испытывают вот такой кайф от того, что общаются с теми, кто в этой теме очень известен, является одним из крупнейших экспертов. И более того, мы рады, что Минэкономики проводят типа это уже тоже на нашей площадке и привлекает наш научный потенциал. Но я бы хотела обратить внимание, вот дать затравку. Преподаватель, чем интересен? Помимо того, что он выслушает, он даст какие-то рекомендации, но задание же надо дать надо. И поэтому у меня две проблемы, которые меня волнуют. Первая проблема – миграция молодежи. Вы, уважаемые Минэкономики, я вчера министру об этом говорила, я очень рада тому, что происходит. Я 8 лет директором института. Как поменялась молодежь, которая приходит к нам в университет? Университет стал центром миграции, нормальной, хорошей миграции, состоятельной миграции. Никто этот процесс не изучает. А университеты являются этим центром. Молодежь уезжает, приезжает к нам одна, но какая-то уезжает. Задумайтесь, почему. Первый момент. Количество бюджетных мест в столице в разы выше, чем там. Но, кроме всего этого, молодежь уезжает в Москву, уезжает в Светловскую область, в Екатеринбург и в Санкт-Петербург. Почему они уезжают? Это никто не исследует. 45% отъезжающих молодых из набережных Челнов. Примерно такая же цифра показаний. Уезжают молодые. И второй момент. По пенсионерам. Как человек, который в этом году вступает в новый статус, с юмором, конечно, я об этом говорю, мы все говорим о том, что пенсионеры уезжают куда-то в районы. Запомните, 70% пенсионеров в Республике Татарстан не возвращаются к себе домой. Они едут туда, где дешевле. Марийская Республика, Удмуртия. Туда, там несколько... Вот я купила загородный дом в Марийке, там налоги другие. Деревни, в которые я приобрела дом, просто частный случай. Частный случай. Хотя у меня корни Зеленодольск и Закамья. То есть Чистопольский район. Мы не поехали туда. В зависимости от этого. Мы поехали... 70% деревень Марийской, Чувашской Республики это вообще-то пенсионеры из Татарстана. Запомните, это люди не бедные, но это средний класс. Они уходят туда. То есть мы по номерам вычисляем своих соседей с мужем. То есть по номерам машин, которые есть у соседей, марийцев становится все меньше и меньше. Все больше появляется татар в Марийской Республике, в Чувашской Республике. Вот так уезжают пенсионеры. То есть, конечно, можно всем рассказывать, как кто-то продает свое жилье и уезжает в Египет или в Таиланд, но я вам даю ту картину, которую я вижу каждые выходные. И там достаточно... Обратите внимание на цену продуктовой корзины, которая в этих республиках, и я думаю, что в определенный момент люди к этому придут. Я в том смысле, это задание на следующий год. Вот, Наталья Поселина права, вы еще не говорили о пенсионной реформе и о том, что будет. Да, мы все придем к этим вещам. Со студентами начинаешь говорить о пенсии. У них это скуку вызывает. Такой вот такой момент, что как это так, зачем об этом говорить? А вообще-то надо какую-то подушку приготовить себе для того, чтобы иметь возможность купить квартиру в Альметьевской агломерации, в Московской агломерации или где-то в нефтяном районе, где достаточно неплохие санатории. Это другой доход надо иметь. Не все казанские пенсионеры это смогут сделать в республике Татарстан. Особенно те, кто работает в бюджете. Я бы вот, может быть, тоже туда поехала, но как бы там другие. Вот эти вещи, которые, я считаю, надо рассматривать дальше. То есть такая затравка на то, что я надеюсь, что мы на следующий год ряд проблем этих обсудим. И я бы очень хотела экспертов видеть здесь. Помимо экспертов и Министерства экономики, и районы республики, которые бы нам сказали, где пенсионеру хорошо жить. Расскажите нам, где пенсионеру Татарстана хорошо жить. Возьмите нас. Вы же не хотите нас брать. Это момент такой. То есть я через несколько месяцев получу пенсионное удостоверение. Поработайте со мной, как с будущим инвестором в ваш район. Никто же не работает. Это ваш клиент. Да, то есть от таких клиентов достаточно. Вы как-то вот все от нас ушли. Зеленодорский район. Первые предложения есть уже. Хорошо. То есть вот этот момент, ведь никто не работает. Подумайте об этом. Спасибо большое. Тема следующего года. Да, уже понятно. Где пенсионеру жить хорошо. Я все-таки хочу еще секундочку не расслабляться. Попрошу вас. Я хочу, конечно, чтобы мы поблагодарили группу разработчиков, которые набрались смелости и на таком высоком уровне не побоялись представить свои проекты. Вы, конечно, молодцы. Несмотря на то, что здесь все говорили, не слушайте никого, идите своей дорогой. Ровно так делали и они, когда были молодыми. Поэтому не ждите пенсионного возраста. Готовьте подушку сразу. Но не забывайте про нас. Спасибо, конечно, Министерству экономики за то, что оно поручило такую, на первый взгляд, странную, но, тем не менее, оказывается, правильную работу нужную вам. Я бы хотел еще раз вернуться к тому, что расширить надо. Ну, а экспертам спасибо за то, что вы согласились приехать и выслушать наши неплохие проекты. Спасибо большое всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо.